Если вас интересует размер бедствия, то это вот такая вот коробка. Всем привет! С вами Маша и вы на канале о нашем о главном. Сегодня я покажу мега заказ свой с сайта Essos. Я люблю периодически делать там мега крупные заказы, все перемерить, все пересмотреть, пройтись по их секции распродаж. Купила себе два топа, немножко разного размера и расцветки, но это один и тот же стиль. Вот такие туники две, как вы можете видеть. Отрест рукава три четверти, он прямой, и примерно такой же прямой тубой построения самого бодис, то есть той части, которая идет на тело. Мне очень понравился принт, это светло-молочно-бежевый цвет шампанского, можно сказать, фон, на котором черные цветы с ярко-желтыми и более пастельно-желтыми какими-то цветовыми пятнами. Мне очень понравился дизайн этой вещи. К сожалению, она сделана из стопроцентного полиэстера. Она, в принципе, не слишком прозрачная для того, чтобы ее носить саму по себе, но, тем не менее, достаточно прозрачная, то есть в районе груди такая прозрачность работает. Ничего страшного, с бежевым бра это можно носить даже на работу. Но, к сожалению, мне кажется, у нас более толерантно народ относится, вообще, в принципе, к тому, чтобы слегка просвечивала лямка, да, или какая-то часть, контур, может быть, бра, но если с такой же степенью просвечивают трусы или колготки, мне кажется, это вот совсем другое, это какая-то прям другая категория. Именно поэтому эту тунику нельзя носить как платье, либо ее нужно носить с какой-то ночнушкой, ну или какой-то ками, комиссоль под ней. Все-таки померила, понравилась идея, все неплохо, но мне не нравится состав, то есть она слишком, для того, чтобы носить ее как платье, она слишком прозрачная, я не хочу, чтобы все разглядывали мои трусы и так далее. Носить ее с каким-то, с чем-то под низом или с леггинсами не очень удобно, она недостаточно теплая, и все равно летом не будешь париться, потому что это полиэстер. В общем, опять же, хорошая идея, которая недостаточно хорошо была воплощена, на мой взгляд. Вот, собственно, вторая туника, такого же плана, просто побольше размером. Надо сказать, что желтая на мне лучше сидит, но поскольку она совершенно прямая, у вас должны быть идеальные пропорции груди против бедер, чтобы ничто нигде не тянуло. Этот размер побольше, по-моему, это десятка. То есть десятка, она уже соответствует размеру S. Я, кстати, не согласна с размерами на сайте, что 6 это XS, а 8 это S. Я считаю, что 8 это XS, extra small, а 10 это S. Так что имейте в виду. Я себе обычно покупаю восьмерку или десятку. Но вот уже проблема. Здесь уже есть место для груди и для бедер, если у вас немножко неодинаковые пропорции вверх и низа. Но она уже начинает выглядеть несколько мешковато, потому что, видите, везде прямые отрезы. Прямые рукава выглядят немножко как-то неаккуратно, болтаются вокруг руки. И то же самое с основной частью туники. Не очень дружелюбный этот крой к вариациям разных пропорций женского тела, я считаю. То есть если у вас очень прямая или плоская фигура, или она очень сбалансированная вверх и низ, то можно попробовать, если вам нравится такой яркий, интересный принт. Опять же, дизайн не очень нравится этой вещи. Мне не нравится ее непосредственно состав, скажем так, детали ее выполнения. Опять же, скройно и сшито все хорошо, нигде ничего не торчит, нигде не торчат, но имейте в виду, это стопроцентный полиэстер. Так что делайте выводы сами. Я могу рекомендовать идею, могу рекомендовать стиль. Сшито, опять же, неплохо. Имейте в виду, что вам нужно, чтобы у вас везде было все одинаково, иначе что-то будет где-то таким, знаете, как кубом, что ли, на вас это либо тянуть в одном месте, или будет просто кубом висеть, если вы купите на размер больше. Ну, а теперь покажу вам платье, которое мне, несмотря на свою искусственную ткань, понравилось настолько, что я решила его оставить. Может быть, я и не права, может быть, вы меня отговорите. Посмотрим. Вот это платье. Оно, опять же, к моему огромному сожалению, выполнено из полиэстера. Это вот основная его часть. Но мне так понравилось, как оно смотрится с высокими каблуками, с леггинсами и без леггинс. Это уже вопрос делать его более в стиле casual, или более с какой-то ниткой какого-то деликатного украшения сделать его вечерним. Но это что-то, это смесь кружевного платья и платья в стиле ночнушка. Такая сатиновая ткань, светло-розового цвета. Цвет достаточно тепло-розовый, он не цвет барби, он именно такой топленно-лососево-розовый цвет. И, опять же, разрез тут идет прямо по груди, и сверху и снизу есть плотное черное кружево. Что очень интересно этого платья, что вот это кружево по бокам, чуть ниже колена, оно расходится. То есть, в принципе, ходить в этом платье достаточно удобно. Если у меня будет возможность, постараюсь сделать с ним наря дня, или фотографию на инстаграме выложить. Аутфиты тоже лучше снимать, конечно, в присутствии кого-то другого, кто держит камеру, чтобы не прыгать вокруг глазка камеры в неестественных позах. Но, ладно, посмотрим. В принципе, можете зайти на сайт и посмотреть, как выглядят эти платья на моделях. Мне очень понравилось, как оно выглядит. Оно выглядит дороже, чем оно на самом деле есть. Опять же, здесь сзади две пуговки и достаточно длинный глубокий разрез. Можете видеть здесь. Но он такой очень деликатный, поскольку, опять же, он крепится двумя пуговками, он не распахивается все время. Это такой просто намек на кожу спины, такой едва-едва-едва. Но, тем не менее, для фотографий, для прогулок летних, для каких-то таких приятных вечеров оно очень даже подходит. Да и не только вечеров. В принципе, если, опять же, его одеть с черными обтягивающими леггинсами, с какой-то, может быть, кожаной курткой или что-то в этом роде, с каким-то жакетом, то можно его делать более повседневным. Как вы поняли, это платье я себе оставляю. И последнее платьишко, которое я вам покажу, это такое летнее платье. Это уже сделано из вискозы, мягкого, слегка розовато-красного цвета. Хотя здесь на камеру он выглядит тепло-красным. На самом деле он слегка, он где-то между красным и чуть-чуть, он какой-то припыленный красный, слегка малиновый. С ласточками. Здесь тоже у нас есть достаточно длинный вырез, который крепится на полке кверху, и внизу есть молния. То есть платье застегивается и идет достаточно крепко, так, цепко по фигуре. Нам на меня оно село очень хорошо. Размер это 8. Опять же, я считаю, что это размер XS. Он соответствует размеру XS, размеру 2, в американской раскладке размеров. Очень приятное, мягкое платьишко. Все с ним вроде бы ничего, но оно дико мнется. Это чистая вискоза. Я его уже гладила, я его сложила буквально ненадолго, прежде чем показать вам видео. Видите, какое оно все мятое. То есть его нужно будет постоянно отглаживать. Постоянно. То есть если его поносить, это как льняные вещи тоже. Часто вискоза этим страдает. Вот вы в нем сядете, поскольку оно скроено, чтобы оно сидело по телу, а не струилось, то оно будет все в складках. Вот если вы в нем сядете, вот здесь отсюда будут складки. Складки будут там, где у вас сгибаются ноги около бедра, будут складки около колен. В общем, складки будут вмятые места абсолютно везде. Плюс к тому у меня небольшая претензия. Здесь есть такой валан декоративный. Вот такие вот валаны. Раз, два, три, четыре. Да, вот такие вот лепестки. Мне не нравится, как у них обработан края. Он просто обработан оверлоком. Я считаю, что это сильно удешевляет платье. Оно начинает выглядеть намного дешевле, чем могло бы. Если бы оно как-то было хоть подгнуто, или не знаю, или если бы это была двойная ткань, да. Но вот просто вот такой оверлок, который занимает половину юбки, на мой взгляд, выглядит очень неаккуратно. А так, в принципе, летнее платьишко. Стоило оно приблизительно, мне хочется сказать, 24 доллара, может быть. Но не очень дорого. Но вот я его все-таки верну. Я долго об этом думала, мне оно понравилось. Опять же, мне нравится идея. Здесь мне нравится ткань. Но это неправильно подобранная ткань для этого дизайна. Вискозу лучше. Из вискозы лучше делать вещи струящиеся, летящиеся, которые не будут вам облегать село, и из-за этого создавать вмятины. То есть я не понимаю, зачем это делать. Именно так лучше бы они сделали его из хлопка, оно бы лучше носилось. А из вискозы вот такого плана сделали бы как раз тунику. Вот на мой взгляд, эта ткань намного лучше работала бы как более свободная струящаяся туника. Так или иначе, имейте в виду, если вам интересен такой дизайн. В принципе, опять же, сшито оно неплохо. Единственное у меня замечание про оверлок вот здесь вот на этих лепестках. А так, плюс-минус, никаких дефектов я у него не нашла. Достаточно хорошо сшито. Единственное, что выглядит оно на камере несколько лучше, чем в жизни. Я бы сказала, в жизни оно выглядит чуть-чуть попроще. Ещё один головной убор, который я приобрела, это вот такие рожки. Они вязанные, кстати, полностью. Это такая вот для ушек нагревалшка. И я уже её носила со своей, если вы помните, чёрной курткой. Я показывала её в покупках и в аутфитах осени любимых. Это чёрная куртка с красной, зелёной и синей клеткой. Вот как раз идеально с этой чёрной курткой. Эти маленькие рожки сочетаются. Потому что у нас редко, по крайней мере, редко, когда в Северной Каролине бывает такая суровая зима, хотя в этот раз было что-то аномальное. Поэтому мне часто вот именно вечером, поздно вечером, если я возвращаюсь, мне нужно что-то, чтобы вот уши закрыть, да, если ветер, если холодно. Но мне редко нужны прям полноценные шапки. Хотя, как вы заметили, я купила себе целую чёрную меховую шапку. Но вот такая маленькая штука. И всегда можно кинуть в сумку. И если вдруг уж надо, да, вот надо немножко прикрыть уши, то вот это очень удобно. Обожаю эту маленькую повязку, эту чертовку, ношу её постоянно. И покажу тем из вас, кто интересовался моими покупками и моим вообще увлечением, нестандартным бельём. Одно бра, которое я купила тоже на сайте Asos, им я осталась очень довольна. Это вот такое бра. Я думаю, оно говорит всё само за себя. Опять же, вот обратите внимание, если вам это интересно, вот такое раздвоение, где-то чуть ниже ключица, да, если отсюда начинается раздвоение лямок, очень хорошо, как в люльку, оформляет грудь. Опять же, конечно же, желательно, чтобы вот такая люлька сочеталась с жёсткой косточкой внизу, с какой-то вот именно чашечкой, которая будет поддерживать грудь, потому что вот такая форма очень красиво оформляет грудь. Даже если она у вас небольшая, вот это приподнимание, вот это вот очерчивание её в овал снизу, какая-то чашечка, допустим, здесь это ярко-синее кружево. Но заметьте, чем хорошо, чем отличается хорошо сделанное бельё от плохо. Например, здесь всё продумано. Вот здесь, на обратной стороне, есть прострочена такая вот, она не липкая, но слегка липковатая пластиковая лента. Я думаю, многие из вас знают, о чём я говорю. Есть такие ленточки, которые пришиваются на бельё, чтобы оно плотно лежало по коже. Оно не прямо вот намертво прилипает, но оно как-то пристаёт к ней лучше и не так отходит. Таким образом, здесь вот это кружево, оно не будет отходить от вашей кожи, куда-то провисать, как-то некрасиво смотреться. Как только вы надеваете эту чашечку с кружевом, вот эта маленькая ленточка прозрачная, пластиковая сверху, она как бы прилипает к вашей коже, и это кружево смотрится очень ровно, и красиво и деликатно оно обхватывает грудь, при этом никуда не двигается. Очень красивая люлька. Я зову это бра-люлька. Синяя люлька. Не знаю, насколько вы оцените, не знаю, насколько вы согласны с моим чувством юмора в данном случае. На мой взгляд, очень классная бра. Опять же, дальше у нас здесь идёт чёрная сетка, и, в общем-то, всё остальное просто выполнено в форме чёрных лент, таких эластичных. Очень красивая бра. Стоила она достаточно недорого. По-моему, я его как раз нашла в секции распродаж. На Asus есть очень много таких интересных, необычных дизайнов белья, так что обратите внимание, те из вас, кто любит шопиться на Asus, я всегда у них смотрю ремни, бельё и чулки. Чулки показывать не буду, потому что я уже их поносила, но у них очень много прикольных чулков с плетениями, с какими-то шутками, с какими-то прибаутками, с какими-то скрытыми приколами, допустим, в области значительно выше колена, да, уже на верхней части бедра бывают какие-то забавные вещи. Очень люблю такое маленькое приятное хулиганство, о котором знаешь только ты. Ну что же, это были все мои покупки с сайта Asus. Как вы заметили, я купила себе много вещей, и большую часть из них, к сожалению, в этот раз возвращаю. В основном удачными покупками у меня были покупки аксессуаров, бельё, одно платьишко, но тоже... Если бы оно было сделано из вискозы или шёлка, я бы любила, конечно, его больше. Я купила себе, наверное, несколько пар чулок, которые вам, как я уже сказала, я не показывала, то, что я их носила. То есть какие-то мелочи у меня были удачные в этот раз с Asus, но в большом плане масштабно как-то ничто мне вот не зацепило. Зато у меня было огромное количество очень удачных покупок из дисконтных магазинов, самых разных магазинов здесь по местности, в Северной Каролине, включая вот то, что нам и сейчас. В общем, мне хочется вам поподробнее это показать. Давайте я сделаю вам маленькую такую вам дразнилку. Такое вот скромное платьишко, сочетание американского стиля casual с французским вот этим вот деревенским шиком. Так или иначе, поподробнее про всё это я расскажу в следующем видео. Покажу вам покупки своей обуви, сумок, одежды, каких-то аксессуаров тоже. Покажу вам один кожаный жакет, который я купила. Так что, если вам интересно, оставайтесь со мной, скоро будет новое видео. А за всем прощаюсь, надеюсь, вам понравилось это видео. Если у вас есть какие-то свои покупки или любимки от сайта Asus, оставляйте, пожалуйста, свои мнения внизу. Мне и всем, кто смотрит этот канал, будет очень интересно узнать, что по этому поводу думаете. Спасибо вам большое за внимание. Желаю вам всем хорошего дня. Пока. К слову, если вам интересно, что у меня на лице и как выполнен этот макияж, посвященный цвету года Марсала, включая ногти, то ссылку на видео-туториал я оставлю внизу. Теперь точно всё. Субтитры сделал DimaTorzok